Всем привет, вот и новый ролик по рубрике История и Биография, но перед началом ролика я попрошу вас подписаться на мой канал, ну а мы продолжаем Смеющаяся Джилл, Анду. Лэффин Джилл, это гендерно извращенная версия популярного персонажа Крепипасты Смеющегося Джека. Смеющаяся Джилл когда-то была лучшей подругой девочки, но когда ее подругу отправили в церковь, все, что любила Джилл, исчезло. Следуйте за ней через ее историю о том, как она обрела подругу, потеряла ее, а затем сошла с ума история 1. Автор, неизвестно, перевод, сплит. Мэри была одиноким ребенком. Несмотря на то, что она богата, она несчастна. Ее отец работает предпринимателем, а мать была алкоголичкой. Она была умной девочкой, но она ненавидела это. Она хотела быть как другие нормальные дети, но не могла. Однажды на Рождество родители подарили ей Смеющуюся Джиллу в коробке. Когда она включила коробку, Джилл выскочила, и как только они заговорили друг с другом, они стали лучшими друзьями. Из-за этого Мэри стала грубить своим родителям, в том числе и Джиллу. Джилл разыгрывала родителей, а Мэри обвиняла в этом. Однако Мэри говорила им, что эта Смеющаяся Джилл устраивала такие розыгрыши, а они думали, что она сходит с ума. Так продолжалось некоторое время, пока родители Мэри не решили отправить Мэри в церковь, чтобы она забыла о Джиллу. С тех пор как она уехала, Смеющаяся Джилл расстроилась и начала терять свой цвет. Через год Мэри вернулась домой на Рождество. Она не была рада видеть своих родителей, только Джиллу. Она до сих пор помнит ее, потому что притворяется, что считает Джилл демоном. Мэри нашла Смеющуюся Джилл и увидела, что она изменилась. Мэри спросила, почему, и Джилл объяснила, но после того, как она закончила объяснение, в Мэри выстрелили. Джилл увидела, что у матери Мэри в руке пистолет и тут же сорвалась. Позже той же ночью Джилл убила свою мать, отца и монахинь История 2, автор Сэбрин и Найтмэйрин, перевод Беккараинс, и рассказывает нам историю о далеком 1925 году. Именно тогда и появилась Джиллу. Глуповатая, любящая только розовый цвет, эта женщина стала воображаемым другом для главной героини Мэри. Мать Мэри была женщиной грубой и строгой, но к дочери относилась с любовью. И потому воображаемый друг, смеющаяся Джилл прощался девочке до 12 лет. После того, как Мэри продолжала упорно разговаривать сама с собой, мать не выдержала и позвонила в психиатрическую больницу, где Мэри запирают на три месяца. Лечение не помогает, ибо девочка продолжает видеть свою лучшую подругу смеющуюся Джиллу. Тогда, уже измученный врач, дабы утихомирить разъяренную пациентку, достал пистолет и выстрелил в затылок девочки. Мать Мэри была не жива и не мертва. Ее успокоили и отправили домой, но в квартире ее ждал сюрприз. На стене большими буквами была написана фраза «Бойся меня, возможно, кровью». Мать в ужасе обернулась и увидела черно-белую клоуниссу. Джилл быстро расправилась с матерью Мэри, пронзив ту своей любимой черной бензопилой, и ушла, оставив последнее послание. Джилл была здесь. Внешний вид. Как и смеющийся Джек, она была такой же яркой и красочной. Но вскоре после того, как ее подругу отправили в церковь, краски Джилл начали исчезать и быстро стали темными, безвкусными и безжизненными. Она – женский аналог смеющегося Джека, только с несколькими незначительными отличиями. Например, у Джилл более длинные и вьющиеся волосы, а вместо них она носит оборчатое платье в викторианском стиле. Личность. История 1. Когда она была яркой, она была веселым и задорным клоуном. Она всегда любила устраивать розыгрыши и другие игривые махинации. После того, как она стала темной, она стала несчастной и довольно агрессивной. Однако в ней все еще осталось немного счастья, но оно проявляется не так часто. История 2. Джилл – энергичный, умелый и веселый клоун. Она любит убивать, когда есть настроение и в основном поезда или другие вещи. Когда-то Джилл была хорошим клоуном, но потом стала плохой, как и Элджей, и теперь она клоун-убийца. Джилл действительно хороший человек, когда вы становитесь на ее сторону. Она также очень влюблена в смеющегося Джека. Иногда она преследует его, даже не замечая, и делает все возможное, чтобы стать его девушкой. Джек и Джилл – партнеры и лучшие друзья, но Джилл всегда безуспешно пытается соблазнить его силы и способности. Мало что известно о том, является ли смеющийся Джилл такой же сильной, как смеющийся Джек. Хотя многие считают, что Джилл обладает теми же навыками, что и Джек. Однако есть у нее одна особенность, которая отличает ее от Джека. Всякий раз, когда Джилл оказывается в боевой ситуации, она может по желанию превратить свои руки в длинные, черные и острые когти. Джилл обладает способностью создавать мощные механизмы, такие как пушки, оружие и даже темные силы, способные заставить вас сойти с ума. Ее самое любимое оружие, обладающее всем этим – бензопила. В бою ее пальцы также превращаются в острые черные когти. Всем спасибо за просмотр, всем пока.